Курица, говядина, нут, картошку из мяса, говядина. Это котлет из картошки. Как могут положить? Это на улице, сучу, там бананин, говядина, кёрт, яичник, кёрт, печень, курица. Здесь разный суп. Всем привет, друзья, канал Папа Юсуп. Друзья, мы в Петии. Людей мы был сегодня, но туда парковаться машин нигде не было. На пляже припарковались, а отъехали, возле кафе нигде не было остановить. Там маленькие узкие дороги, и туда нет. И просто один из знакомых мне говорил, есть такой хороший ресторан, идите туда покушайте, как есть. Тут есть отличную еду, посмотрите, попробуйте. Приехали сюда, шок просто, серьезно говорю, шок. Так очень много еду, очень выглядит красиво, и очень много народ, очень много народ. В отеле. Как будто мы в отеле поздали. Цена, конечно, не такая, как в Антоле, дешевая, но такое место, такое, если вкусно, не жалко деньги. Кстати, на набережной Конь-Алты тоже цены не такие дешевые, как ты говоришь, но сервис там, конечно, ужасный в некоторых местах. И здесь самое популярное место, поэтому мы переехали сюда, будем попробовать, вам, конечно, рассказываем, потому что здесь, что, отелесо, пансион, люди, конечно, переезжают на улицу покушают. Если вот от Сильвию такое место, люди, может, переезжают сюда, вот так. Мы переехали на улицу с кафе, вот кебаб, так выглядят места. Нам на вид понравилась вот эта сахиль, в окон Талары. Ой, кнопочка! Да, вот так в Турции вызывают такси. Убера здесь нет, и не надейтесь. Нажимаете кнопочку, и таксист к вам приедет. Обычно очень быстро, в течение пяти минут приезжают. Мам, мы эту машину и обогнали. Мы же не думали, что здесь еще и свайд выустраивают. Мы что, папа, и на свайдах? Так, я вижу, уже хороший знак, есть мясо. Просто там было не написано на названии ресторана, что конкретно есть. Десерты, я вижу. Вот, и стандартный турецкий сютлач, конечно же. Троличе. Троличе и кабак татлысы. Сладости с тыквы. И еще они любят пудинг шоколадный. Здесь делают пиде. Троличе, говорят, прямо в печи. Вот это классное место. Здесь все на свете собрали они. Такая красивая посуда. Чайнички. Турки. А вот здесь еда, честно говоря, я не понимаю. Это наверняка они уже готовые еду по меню приносят официанты. Приветик. Привет. На меню пока что не принесли. Как будто интересно в турецкую столовку попали. Так много людей здесь, поэтому мы и зашли. Мы говорим, где много курок сида, они местные. Значит, должно быть вкусно. Вот мы решили тоже проверить это. Я смотрю, там много готовой еды, но пиде, кстати, делают. Да, ну если даже мы привели невесту поесть. Это вот так интересно было. Это нарезают мясо, которое свертили до нерета. Самое интересное, это, конечно же, где место оплаты кассы. Тут всегда вот именно создатель кафе висит в таких турецких местах, заведениях. Без ататюрка никуда. Без турецкого флага тоже. То есть интересная такая особенность. Вот так выглядит это местечко. Вот смотрите, возят как прямо в отеле. Вот вижу мясо. Ну, давайте посмотрю. Потому что реально очень на отель похоже. Это фасоль, это грибы, это бами, это шпинат. Это Алина Азик. Здесь у них открытая кухня. Это похоже на курицу, либо на индейку? Это курица, говядина, нут, картошку с мясом, говядина. Это котлет. Вот смотрите, как могут положить. Вот как-то. Слушай, классное место, мне уже нравится. Чувки, овощай. Без риса никуда. Да. Видишь там, сколько мяса посолишь. Еще баксезан. Да, еды очень много. Пойдем посмотрим на мясо, которое они жарят при тебе. Уже готовы кёфтые котлеты. О, а жарят там? Я не знаю, что там курица, говядина, курица, печень, курица. О, еще есть. В Турции, кстати, не принято есть куриные котлеты. Но это бактужас, скоро такой рецепт сниму. Давай-давай, заказывай ее, покульте. Да, очень аппетитно все выглядит. Супольный суп есть, смотри. Есть разный суп. Тут работает схема, то, что официантам заказываешь, они потом собирают вам комбо. 36 разных видов сухов. В общем, мы заехали в какое-то крутое место для Фетти. Мам, ты бы видела, как там красиво все? Да, мы тут пока меню рассматриваем. Ну что, какие же тут цены у вас? Так, кёфты, смотрите. О, нет английский, кстати, продублировано. 38. Смотри, как много страничек. Смотрите, суп стоит 17 лет. Суп из курицы, 17 лирочками, 23 лиры. Цены хорошие. Это завтраки. Большой завтрак на человека 65 лир стоит. Завтраки в Аказе, потому что людям это интересно. У кого нет питания в отеле вообще никакого. Обычно в отеле, конечно, идет завтрак ключом. Куру, фасоль. Это фасоль, 22 лиры. Булгур, 12 лир. Бами, видите, акра, 22 лиры. Долма, видите, тут домашняя еда есть. Кавурма, вот видите, это все мясные тарелки. Тандыр, видите, 80 лир стоит. Сач, кавурма, это вкусно, 60 лир. Мусака, 33 лиры. Что хочешь? Сатэ, 33 лиры из курицы. Да, у них большое меню, конечно. Вот, давай, смотри, вот такие есть. Кёфты. Кёфты, 55 лир вот эта тарелка будет, да? Да, вот ее часто заказывают, вижу. Но тут кёфты большие, видишь, какие? Там два разных кёфты есть, аккуратно. Искендеры. Это пиде. У них красиво оформлено меню. И место тоже. Ну, вот поэтому мы к нему ходим. Салаты. Так, салаты какие есть? 15 лир. Но все-таки в Турции много овощей, поэтому и такие небольшие цены. Самый дорогой салат, это с тунцом 25 лир. Да, вот это. Это десерты уже пошли. Да, меню хорошее. Вся турецкая еда собрана в одном месте. Ну, конечно, про фитроли, тирамису я промолчу. 15 лир. А так, сютла, часу это тоже 15 лир. Все сладости по 15 лир. Это уже напитки. Вода 3 лиры. Айран 5 лир. Кеппи вообще 8,5 лиры. А свежий выжатый сок из апельсинов 14 лир. Я дюнер не видел. Да, дюнер там есть. Вот как раз его там делают. Да, местечко не из дешевых, но зато обслуживание и вид красиво. Мне нравится уже. Люди туда же свадьбы приезжают, отмечают. А мы такие после моря заехали. Вот нам принесли такую воду. Не из дешевых, конечно, водичка. Вот, поэтому она 3,5 лиры стоит. И приборы у нас запечатаны вообще даже в целлофане. Удивительно. Тут такой сервис, как в отеле. Гора Кёфте, 1,5 порции, 45 лир. Либо это настолько маленькие порции. А вот сейчас можем сравнить. Возьмите, взять 1 порцию и 1,5. Давай. Мы делаем заказ. Из гора Кёфте возьми 1,5 порции себе. Бибучок порцион из гора Кёфте. И папа еще себе рис заказал отдельно. Какие молодцы, они повторяют заказ. Уже потихоньку мои еды перешел. Я такой крепкий, в данный момент не могу есть. Мусакка, пилал, анисо, манси, спросили. Ну, это буквально 1 минуту заняло, потому что у них большинство готово. Потому что готово. Смотрите, даже салат по-другому выглядит очень красиво. Это мы не заказывали, это принесли дополнительно. Салатик и все просто. Это очень интересная. Медная посуда. Видите? И различные тарелки, все в разных тарелках абсолютно приносят. Сразу видно, что это уже такого ресторанного уровня. Лаканта здесь. Вот такая. Хотя лаканта, по сути дела, это запегаловка. Да. Опа. Видите, как все странно в Турции. Смотри, брендировано. Давай покажем. Видишь, лаканта, Клара. Сахили, это наборожник. Вот здесь. Он даже достатку может показать. Вот, честно говоря, не жалко такие места даже рекламировать. Есть какую-нибудь? А это папин рис. Папин рис уже пошел в ход. Во-первых, блюдо мусака из баклажанов. Это называется бусакка из фарша. И сейчас толще. Никакой маё. Не жди такой вкус. Нам бы если принесли хлебушка, мы бы тоже все поели уже. Потому что сколько-то хлеба не принесли. Хлеба не принесли. Экономят они, конечно. Хлеб не заказал, и тебе его не принесли. Идет. Так, все, только успели пожаловаться. Нас, конечно, русскому не понимают. Ой, какой хлеб-то. Мы такие голодные после прогулок сегодняшних. Амбар, они такие голодные. Четыре банана не ел. Слушай, это совершенно другой хлеб, необычный. Такой, видишь? Они сами пекут здесь? Да. Я попробую. Он горячий. Он плотный. А я что здесь вижу? Это какая вкусная записка, да? Она, видишь, плотная? Она должна быть плотной. Это хайдари. Да. И с чесноком. По-настоящему приготовлен. В последнее время, сколько мы не ели, чеснока не добавляют. Да. Отличный. Так, в салате есть помидорчики, огурцы, лук. Суком всегда салаты очень вкусные. Дома папа всегда такой делает. Руккола добавлена. И листы салата. Ой, кстати, нам здесь и соусы поставили. Это оливковое масло. Красивая подача. А это гранатовый соус. И смотри, и правильно подавать всегда полный. Наполнять до конца. А не чтобы стояло после посетителя. То есть смотри, в плане таких ресторанных норм, они вот реально преуспевают. Везде дезинфекторы есть. Реально, мы целый день были на море. Вот что брали с собой, мы там поели. Мы с Андреем очень много километров прошли. Мы сняли абсолютно в Петербурге весь пляж. Отошли от одной горы до другой. Мы были в Голубой Лагоне. Мы реально устали. Проголодались. Там мы смогли поесть. Просто то, что не было парковки нигде. Так, позвольте, тогда я перед вами поем, раз уж все так едят. Рис вкусный. Вот это вы нас спросите, что это такое? Это аджика. Она вот, если в таком хорошем ресторане, она будет очень острая. Потому что туда добавляется много перцев. И томатная паста, конечно же. Можете сейчас вам попробовать аджика. Острое. Смотрите, у нас забрали хлебушек. Пустую. Пустую, да. И еще хлебушка принесли. Вот это сервис. Такой же классный. Рука мне надо есть. Рука мне вкус, это совсем другой покушать, друзья. Вот так соус. Вот, вот, вот. А это турецкая еда вся с соусом. Первый пучок это тебе, Андрей. Вот какая тарелка. Видите, какая медная посуда, хотя бы не побитая. Урфа, онун. Красивая подача. Достойно просто. И смотрю, у тебя тарелка насколько больше, чем у нее. Да, вот в чем отличие. Считаем котлеты. Вау. Считаем. Девять котлет. Шесть. Шесть. Мы тут уже разделили. Смотрели, какая тарелка. Лидная котлета была наша. Это люле-кеба. Курфа, курфа, это голенина мясо вкушает, это настоящая баранина. Какой лук красивый. Да, баранина. И как всегда, очень много хлеба. Ну, это лаваш именно. Рис вот где-то спрятали. Рис, перчики. Здесь кинучок. Домидорчик. Она не умеет лаваш есть. А это купаю специально. Мечтал там три месяца покушать лаваш. О! Да, специально для этого. О! Очень сочно. Чтоб макать. По-турецки, вот это то, что папа ест, это называть Сулуимек. Это всегда уже приготовлено, потому что это долго готовить. Несколько часов эту еду. Поэтому, если вы видите какой-то Сулуимек в городе, то, значит, там уже будет готовая еда. И вам положат сразу. И вообще ждать ничего не надо. Приступаем к кире. Афидосон. По-турецки отвечаем. Афидос. Показывай мясо. Аппетитное. Я не люблю баранину, но, получается, я каждый раз ем баранину. И чем она в Турции такая особенная? Есть, мадам, есть. Вкусные котлеты. Смотрите, еще котлетку можно как есть. Ее можно сюда заворачивать. Так берешь, заворачиваешь. Можно салатик, либо соус, например, вот хайдаре. И вот так есть. Котлеты невероятные. Очень сочные. Теперь понятно, почему люди здесь. Научи людей. Двадцать молодых человек. А я прям делаю котлет. Разламываем котлету. А посмотрите, как я сделаю. Это пиде. А ты что, полторы заказал? Нет. Да ладно, это такая огромная порция. Саматкий молодой человек салат положил. Так, я думаю, кайдаре. Опа. И хопа. О, как красиво. Спасибо. У меня тоже мини-шурма. Тут целый котлет. И кайдаре. В Турции очень много хлеба. Поэтому наесться очень легко. Как пиде? 42 лутки. Который мы тогда ели, да? У нас в Антарии. Да, который только на пиде специализируется. Не будет вкуснее. Серьезно, это я в Турции первый раз ел такой пиде. Первый раз. Который, город Который, я ел так же пиде. И здесь я ел так же пиде. 42 лутки. Слушай, знаешь? Это только кафе в Антарии. Да. Нам написали, что мы только кафе рекламировали. И мы ели там бесплатно. У меня срочные видео тоже писали. Каждый минут реклам. Телекламируешь квартиру туда-сюда. Таких людей, что надо делать, не знаю. Мы блогеры. Мы снимаем про нашу жизнь. И снимаем про Антарию. Про везде места, где бываем. Мы показываем. Мы снимаем видео каждый день. Нам каждый день что-то надо вам показывать. Неужели вы думаете, что у нас постоянно реклама? Мы тогда вообще бы такими богатыми были. Я даже уже ответ не даю. Ответ не даю. Устал уже такой глупый вопрос. Группа людей. Я даже ответ не даю. Пусть пишут. Что могу делать, а? И значит, что-то делю. Вы знаете, что-то я делю полезнее. Они хочут это закрывать сверху. У тебя еда закончилась. Пора помогать всем остальным. Да. Давайте попробуем пиде. Раз вы его так не нахваливаете. Как по мне, оно выглядит прекрасно. Можно тебя тут убрать, да? У меня должно быть тесто тонюсенькое, тонюсенькое. Нам еще три часа в Анталию ехать. У меня должна быть форма держать, мадам. Правильно. А то подписчики написали. То, что тебе выгодно быть худым. Ты очень красивый. Зачем тебе толстеть, обратно? Вчера рыба купил, я не ел это, потому что после 7 часов тут. Я не ел. Холодильник ждет меня. Наверное, завтра обед будет мне. Вот что, бахтюджан. Немножко рис, немножко сало. Ну, в принципе, полезная пища. Ну, что, одна котлета, кусочек ухвы, кусочек пиде. Вот так и он собирался. Семья большая, у каждого из тарелки взял пофейшос. Скоро я буду обдевать. Ты знаешь, что? Костюм. Будем снимать. Костюм буду обдевать. Ты плать, как делал? Пришел папин черед. Друзья, ели, попробовали. Просто котлет замечательный. Котлет, который кефт и урса. Замечательный, отлично. И остальное это пиде скандал. Пиде вообще скандал. Нет, нет. Пиде, нет. Просто баклажан более-менее. Друзья, рис везде вкусный. У нас пирси готовят повар. Повар даже не сможет готовить. Это не повар. Но котлет, которые очень-очень понравились. А вы заметили, что все их здесь заказывают. Да. В общем, заходите, когда в новое место, посмотрите, что в основном у людей на столе. То есть, какие вы заказываете. Мангал, настоящий мангалом жарят туда. Мясо, которое словно нет. Остальное комси комси по-французски. Зрители нам сказали, вот здесь есть хорошая кофешка, там можно вкусно покушать, туда-сюда. Мы приехали, покушали, посмотрели. Сервис шикарный, хорошо, чистый, большой. Как тебе? Очень хорошо. Как тебе, профессионал? Очень хорошо. Ты он все попробовал? Да. Он самый голодный человек. Вот такое дело, друзья. Всем спасибо большое. Подписывайтесь на канал. Поставьте лайк. Я так вижу, уже меня сколько тысяч человек без подписки. Смотрит. Абсолютно бесплатно подписывайтесь на канал. Всем увидимся на следующем ролике. До встречи. Люблю вас. Срую. Пока-пока. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Все, мы оплатили. Смотрим на счет. Ну, 199 лир получилось. Смотрите, мы воды набрали на 12 лир. Мусак 33 лиры стоило. Плов 12 лир. Пицца Пиде 23 лиры стоило. Так, из Гаракёфта, видишь, у нас разные порции. 1,5-45 лир стоили. Это 35 лир обычно. Иурфа 6-39 лир. Ну, все правильно. Какие, кто там? Смотри, курс евро, доллара и фунтов. Значит, можно в этих валютах расплачиваться. Я считаю, за такой сервис цена хорошая. Было все вкусно. И большие порции. Так что, поехали домой. Нам предстоит длинный путь. Увидимся в новых видео. Пока шайку выпью. Да, сейчас меня ждет 200 километров. Кстати, чай не записали. Чай бесплатный тебе оказался. Вот, дают мне. Я хороший человек, видишь? Подарок. А мы все платим. Сейчас вам чек покажу, что мы не обманщики, как написали кто-то. Вот, чек оплаты. Спасибо. Спасибо. Спасибо.